Власть Что делать всем теперь? То вновь указ, то льву летит до нос Сплошной кошмар Не высуньте нос, а у макаки гости да балы От явств заморских ломится столы В прислугах тупорылый бегемот Заткнет любого свой разин в рот И вот собрались звери на совет Такой беды еще не видел свет Макак хоть глупа, но сущий бес Решили все покинуть этот лес Покинув лес, они нашли приют Где тишина и соловьи поют А по ночам лишь слышат волчий вой Но там медведь хозяин с головой Мораль сей басни такова Для общества великая напасть Когда глупцу вдруг доверяет власть В лесу случилась страшная напасть На этот раз пришла свинья во власть По-свинский закон уж решает Не видя ничего, гребет и разрушает Уж в чистом хлебе нежице лежит И тут же рядом ее выводок визжит Красавица не гонит, не неволит Как драгоценность берегут и холит Она в огромной дружбе с главным санврачом С ним африканская чума и нипочем Все раздала в аренду и наем Заботись лишь о выводке своем Жируя лишь себе подобных множить Другой же сам спасайся кто где может Мораль сей басни такова Для общества великая напасть Когда злодей захватывает власть Теперь басни для славян Как голова, ноги и туловище поспорили Что же человеку больше нужно Басни называется «Спор» Поспорили однажды ноги с головою Такого не услышишь, доживя до веку Что больше нужно человеку? Что в жизни больше нужно человеку? И стала голова хвалиться перед ногами Я иногда общаюсь ведь с богами А в мысли где хочу там нахожусь Так знаете, что без вас я обхожусь? Тут с головой в спор вступили ноги Не знаем, что тебя толкуют боги Но глупостям твоим не видны пределы И знаешь, до тебя нам так же нету дела Но тут вступило туловище в спор Зачем между нами этот сырый бор? Нет поддельности нам ни хвалы, ни чести А стоим что-то мы, когда все вместе Мораль сей басни такова Где бы нас судьба по жизни не носила Знать все должны в единстве честь и сила А это басни про алкоголиков Так как у нас алкоголики Дожились до такой степени Что они уже начали Мужики собираться партиями И друг с другом тут стали жить И получилась басня такая В лесу беда огромная случилась Пить водку обезьян научилась В их жизнь пришел ужасный поворот Спиваться начал обезьянный род Самцы с самцами стали уж селиться Так легче жить и легче веселиться Семья отстой и в этом нет урона А кто не пьет, тот белые вороны Еще от себя замечу лично Что и работать стало неприлично И даже сузился всей жизнь кругозор Работать на кого-то им позор А жизнь ведь не стоит и набирает обороты И обезьянный род остался без работы И странные слова ратать они вдруг стали Что нет работы, даже жить устали Ни карта жизнь, где побеждает козырь или масть И вся вина ложится лишь на власть Всего одно их только утешает Что никто им веселиться не мешает Мораль сей басни такова Как пьяница себя обиженным не мнить Хоть сам в том виноват Но будет общество и власть всегда винить Вот еще есть глупый советчик Случилось это летним полднем И была жара Увидел пес орла на крыше дома своего двора И говорит ему Чего здесь волком рыщешь И ничего не потерявший ищешь Как я смотрю, ты птица непроста Да и сидишь здесь, видно, неспроста И с небом, как я вижу, очень дружен Но вот что я хочу тебе сказать Как никому тебе совет мой нужен Берись ко мне ты правдой служить И будем двор мой вместе сторожить Не нужно никуда летать или ходить Лишь мне ты будешь должен угодить Смотри, как я живу Всего всегда в достатке Даже коты, когда я не доем с охоты Едят мои остатки Вот выслушав его Орел сухмылкой горько и ответил Беда в одном Что это не впервой Я на своем пути глупца такого встретил Послушай ты меня И больше не глупи Какой же ты хозяин на цепи Ведь волюшку твою лишь мерит цепи метры А мой простор небес и воли километры Мораль сей Басин такова Знай, прежде чем Орлу такой говорить Сначала научись над бездной парить Ну и хватит Михаил Михайлович, сколько у тебя Басин вообще уже написано Да я не особо-то много, у меня их нет Ты типа про Тевелеву еще рассказать надо Того? Про Фермию А это был случай Там же у него предыстория, я так понимаю Этого случая есть, да? Да, вот А это был случай такой К фермеру Приезжал один друг И он у него все время выпрашивал что-нибудь по дешевке Зерница, отходиков А этот раз я шел А он идет И я его слышу Он его стоит и учит Как жить Я себе думаю Ты у него шакалишь А ты еще учишь этого человека жить Он тебя сейчас попрес Стреском ты полетишь отсюда И только я это подумал Так и случилось Этот Севелев машет руками А тот сгорбатился Побежал к своей машине Уматывать оттуда И пока я шел на ток Эту метров сто басню Уже я придумал Записал ее И получилось так Шакал в гостях у медведя Пришел шакал к медведю Как-то в гости Чтобы поглодать Вокруг берлоги кости Все для шакала Было здесь знакомо И был хозяин В это время дома Вот сбив оскобину Шакал учить хозяин тайги Вдруг жизни взялся Да позабыл глупец С кем он связался Обидевшись медведь Взревев погнал шакал от берлоги Что тот едва смог унести Оттуда ноги Чуть было даже С жизни не расстался Хвала судьбе Что-то хоть живой остался Мораль всей басни такова Ты знай глупец одно И помни лишь о малом Коль был бы сам умен То не был шакалом Жена кукушка Все только позрослев Себе семью заводит А эти не в чести Кто бобылями ходит Какая бы ни была твоя порода Родился коль самцом Ты продолжитель рода Вот и орлу пришла пора жениться Он взвившись с небеса И похвалившись другу Стал медленно кружить Ища себе подругу И долго так летал Уже себя ругая И все не нравится Ни та и ни другая И вдруг услышал чей-то голосок И он его внимание привлек Кому-то за рекой Кукушечка, видать, года считала Он очень хочет жить И вот она гадала Подумал тут орел Возьму-ка ворожею Видать, судьба моя А не хомут на шею Вот рядом к ней подсев Кукушку замуж просит Любовь лишь к ней одной Теперь он в сердце носит Позарилась кукушка на орла Она совсем не глупой была И вот уж свадьба Рад же не орел Какое счастье в жизни привлек И полетят все беды стороной И будет счастлив Он с такой женой Мелькает время И у них семья Жена чудит Из дома улетает Куда-то надо ей И все года считает Нет дела до детей Их она бросает Женой орел привык Конечно дорожить Не знает одного Как с нею дальше жить Мораль всей басни такова Не все порой заслуги хороши Коль если нет ни чести Ни души Муж Казанова Ворона, умница, красавица Мальвина Решила выйти замуж за павлина Он так красив и пышен Его хвост Не важно, что умом дружок Не прост Чем не жених Чем не красавец муж И чем не соблазитель Женских душ Когда он говорит Ему ворона смотрит Даже в рот И легок его шаг И легок поворот Вот замужем она Его жена И всем пока довольна она Пошли детишки А они отец и мать И про семью павлина Стал забывать И жизнь взяла Обратный поворот Ей стало некогда Смотреть павлину в рот Лимир Лишь слушает Работать не хочу Я приглашен И в гости полечу И с его слов Ворона глупой оказалась Никто не виноват Сама ведь навязалась И посмотри Своих детишек рожи Ведь на меня Все дети не похожи Все надоело мне И в гости я лечу Тебя, ворону Видеть не хочу Не пар я тебя И в своей жизни волен Гуляю, пью И этим всем доволен И только сейчас Ворона оскорбилась И ее сердце В безнадежности забилось Сказав лишь Буду начинать я жизнь Теперь со дна И поднимать детей Конечно же одна Мораль Сейбасенкова Приводит нас порой К беде Любви и беспечность Не красота важна А человечность Приводит нас порой Приводит нас порой Приводит нас порой Приводит нас порой Продолжение следует...